Оставайтесь верны только одному, что вы не поступите из своей замечательности, несмотря ни на что. Для себя я решил, что прежде чем уйду, я уничтожу рай. Вы не против? Самая важная составляющая для следующего поколения — это учителя. Если вы будете просто сохранять свою человечность, я войду в каждый момент вашей жизни. У нас миллионы подписчиков. Лежит ли на нас некая ответственность? Нужно ли нам что-то делать? Все, что нужно делать — быть верным только одному, что вы всегда замечательны. Вот и все. Остальное произойдет само собой. Согласно вашему интеллекту и способностям, то, что должно произойти, произойдет. Вы просто должны быть абсолютно верны своей замечательности. Был такой человек по имени Шанкаран Пилай. У него был зоомагазин. И однажды к нему пришел покупатель, который хотел купить собаку. В магазине была уже довольно взрослая собака, золотистый ретривер. Он сказал, я бы хотел купить эту собаку. Сколько вы за нее просите? Шанкаран Пилай ответил, 25 тысяч рупий. Да ладно, 25 тысяч за взрослую собаку? Он ответил, это очень хорошая собака. Да, собака замечательная. Но 25 тысяч — такова цена. Покупатель заплатил ему, взял собаку, погладил ее. Собака была очень дружелюбная. Он уже собрался уходить, как спросил, верна ли эта собака своему хозяину. Шанкаран Пилай сказал, абсолютно верна. Я продавал ее уже 12 раз, и она всегда возвращается уже через несколько часов. Так что, что бы ни происходило, оставайтесь верны только одному, что вы не поступите своей замечательностью, несмотря ни на что. Это важно. Сама идея, что есть лучшее место, чем это, что можно жить где-то еще, это преступная идея. Из-за нее мы портим все в этом мире, потому что думаем, что нам будет хорошо где-то еще. Тем, кому плохо здесь, будет плохо везде. Поэтому для себя я решил, прежде чем я уйду, я уничтожу рай. Вы не против? Обещанную хорошую еду, реки вина и девственниц. Все это. Вы не против? Скажите мне, вы не против? Пришло время превратить этот мир в рай. Не отправляться в рай, а превратить этот мир в рай. Если у каждого из нас будет стремление, мы можем сделать наше время лучшим за всю историю человечества. У нас есть все необходимые для этого инструменты. Если вы примете решение внутри себя, мы даже Сибирь превратим в рай. В курорт. Обычно считается, что если кого-то отправляют в Сибирь, обратно этот человек уже не возвращается. Мы думаем организовать автомобильное путешествие по Средней Азии. Подскажите, какие страны посетить? Дикие места, без дорог. Ни дорог, ни ограничений скорости. Такие страны. Я хочу, чтобы все вы помнили о важности своей роли. Нация создается многими людьми. Нам нужны инженеры, нужны врачи, политики. Нам нужны самые разные люди среди всех этих людей. Самое важное для следующего поколения — это учителя. Все, что вы делаете сегодня, скорее всего, принесет плоды уже после вашей смерти. И в этом и состоит значимость человеческой природы. Что мы не видим это как. Мы сделали что-то сегодня, и сегодня же мы что-то должны получить с этого. Это не сделка. Вы сажаете семена, которые принесут плоды уже после вашей смерти, спустя долгое время. Но в этом и заключается красота профессии учителя. Что самое лучшее в духовности? И как студенты, что мы можем сделать, чтобы быть духовными? Видите ли, обычно под духовностью понимается, что необходимо куда-то отправиться, пойти в другом направлении, отличном от того, по которому вы идете сейчас. Нет. Духовный процесс — это не направление. Это определенная эстетика, определенное качество. Можно делать одно и то же по-разному. Не так ли? Вы хотите есть. Можно начать есть двумя руками. Или сесть спокойно и поесть как следует. Можно есть по-разному. Так же и духовный процесс не означает, что нужно делать что-то другое, потому что поменять содержимое жизни очень просто, но это не принесет никаких изменений. Но если поменять контекст вашей жизни, это изменит все. Для того, чтобы поменять контекст, нужно внимание на всех уровнях жизни. Если вы будете делать все то, что делаете, с десятикратным вниманием, можно сказать, что вы определенно двигаетесь к духовному процессу. Саддана подготавливает систему глубокой и яркой жизни. Если система в порядке, все происходящее тоже будет в порядке. Что бы ни происходило с нами, будет прекрасным, поскольку вот это будет в порядке. Вот что означает саддана, что вы превращаете свое тело, ум и энергию в мощный инструмент. И вы человек. Что значит, вы стерли свои границы. Если вы просто сохраните свою человечность, я войду в каждый момент в вашей жизни. Но вам нужно сохранять свою человечность. Человечность означает, что, если в какой-то момент своей жизни вы временно создаете какие-то ограничения, это лишь из-за ситуации, в которой вы оказались. Но те границы, которые вы проводите снаружи, никогда не должны возникать внутри. Иногда нам бывает нужно обозначить границы снаружи. Если вы сделаете одно только это, одной ногой я постоянно буду в вашей жизни. выжимать газ. Нога у меня тяжелая. Вы не против этого? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok